Ульяновскую область представляли 8 спортсменов. Четверо из них – лёгкоатлеты и занимаются у одного тренера. Алексей Михалкин работает в Ульяновской спортивно-адаптивной школе с момента её основания. Его воспитанники – призёры паралимпийских игр в Токио и различных международных и европейских чемпионатов. Алексей признаётся, для него ребята – это не просто индивидуальные спортсмены, а сплочённая команда. Он называет их ласково «бандой». Во-первых, начнём с того, что, конечно же, здесь и природа, и талант, и способности, и всё это имеет место быть. Но к этому всему, конечно, прилагается ещё и характер, их трудоспособность, трудолюбие. Ну и там Дэм – спортсмен-тренер. Здесь, соответственно, самое главное. Никита Катуков начал заниматься спортом в 10 лет. Выбрал для себя прыжки в длину. Паралимпийской сборной России с 2017 года. В копилке спортсмена множество наград. Серебро на чемпионате Европы, бронза на паралимпийских играх в Токио. А теперь ещё и золото на международных летних играх в Сочи. Спорт для Никиты не просто работа, а целая жизнь. Ну, мне нравятся именно технические виды. Всегда к этому склонялся больше, когда мы выбрали прыжки в длину. Секрет хорошего прыжка в чём? Тренироваться и с головой дружить. В момент, когда вы бежите, делаете прыжок, о чём-то думаете? Ну, визуализирую движение, прыжок сам. И уже там на автомате всё как-то происходит за долю секунды. Поэтому в основном все это на тренировках происходит. Антон Феоктистов стал шестым в мире среди бегунов на Олимпиаде в Токио. А в Сочи стал лучшим на дистанции 400 метров. В беге на 100 метров показал третий результат. В планах у Антона поехать в 2024 году на паралимпийские летние игры во Францию. И показать там свой лучший результат. Получить заветную олимпийскую награду. Анастасия Соловьёва завоевала три золотых медали в беге на 100, 200 и 400 метров. Артур Швейгерт выиграл две серебряные награды в беге на 100 и 400 метров. Они тоже воспитанники Алексея Михалкина. Также наши спортсмены привезли награды в толкание ядра, метание диска, плавание и тхэквондо. Восемь спортсменов завоевали 14 медалей. Семь золотых, две серебряные и пять бронзовых. В общекомандном зачёте команда заняла 22 место из 78 российских регионов. А по счёту KPI область вошла в десятку сильнейших. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтояров, Улправда ТВ.